Пандемия вносит свои коррективы в привычную жизнь. Маски, перчатки, социальная дистанция, необходимая мера. Шестой этап военно-патриотической эстафеты «Салют Победе» продолжается при соблюдении всех мер защиты. Мы считаем своим долгом год 75-летия Победы завершить достойно ее в этом году. Конечно, будет немножко другой формат. С социальными дистанциями, с малочисленной аудиторией в онлайн-режиме. Но по всем нашим образовательным организациям, школам, нашим всем организациям, которые находятся на территориальных управлениях, мы постараемся показать эти замечательные концерты, встречи с ветеранами, детьми войны, показать хронику Победного Севастополя. Художественный руководитель культурно-досугого центра «Заречья» Людмила Секарева считает, что именно сегодня очень важно сохранять память о людях, на чью долю выпали страдания, горе и боль. Это ветераны Великой Отечественной войны, друженьки тыла, дети войны. Память о подвиге советских солдат должна жить в сердцах будущих поколений. Мы создавали во время пандемии очень интересную книгу о ветеранах. Как раз на экранах вы можете посмотреть во время нашего мероприятия непосредственно ветераны «Заречья». Мы собирали о них информацию, фотографии, монтировали все это в большой такой ролик. Ребята театральной студии исполнили стихи и песни военных лет, которые тронули до глубины души всех присутствующих. Главную мысль, которую мне бы лично хотелось донести для них, это чтобы они помнили, просто помнили о тех ужасных событиях, которые происходили и гордились за своих прадедушек, за своих прабабушек, которые многие из них принимали участие в этой войне. В этом году эстафета «Салют Победе» посвящена героической обороне города-героя Севастополь, которая длилась долгих 250 дней и стала символом массового мужества и героизма советских войн. Евгения Галяева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».